На примере детского одеялка покажу, как собирается сэндвич. Раскладываю нижнюю ткань лицевой стороной вниз. Фиксирую малярным скотчем по всему периметру. Далее кладу наполнитель, у меня Slimtex 150. Сверху кладу лоскутный топ. Хорошо разравниваю и фиксирую все три слоя изогнутыми булавками, начиная с середины полотна. Чем больше булавок, тем меньше вероятность сместить ткани во время стежки. Линии на топе черчу водорастворимым маркером. Стягаю от края до края по начерченным линиям. Обязательно делаю закрепки в начале и в конце строчки. Это самый простой способ стежки. Прорезиненные перчатки прекрасно помогают передвигать ткани. Если нет таких перчаток, можно взять обычные строительные с пупырками. После окончания стежки проверьте обратную сторону одеяла. Если все же образовались защипы, то необходимо распустить и заново проложить строчку. Далее нужно края лоскутного топа зафиксировать по всему периметру, проложив строчку на расстоянии 5 мм от края. Лишнюю ткань срезать. После того, как сэндвич был простеган, края необходимо окантовать. Покажу два способа. Чтобы рассчитать длину окантовочной ленты, умножьте длину одеялка на 2 и плюс ширину одеялка умноженное на 2 плюс 20 сантиметров на соединение концов. Для окантовки подойдет тканевая полоса, скроенная поперек ткани, шириной 5 сантиметров. Окантовочную полосу прикладываю к краю одеяла лицевой стороной. Закалываю булавками и начинаю шить. Оставляю хвостик 10 сантиметров. Строчку прокладываю на один сантиметр от края. Как оформить угол? Здесь нужно дойти до угла одеялка и свернуть в сторону под углом 45 градусов. Затем полоску отвернуть и согнуть под углом 45 градусов. Пальцем приглаживаю, чтобы образовалась складка. Далее делаю второй сгиб под прямым углом. Выравниваю края и прокладываю строчку от начала края. Повторить таким образом все остальные углы. Чтобы соединить начало и конец полосы, оставляю участок непрошитым и два свободных конца по 10 сантиметров. В том месте, где будет соединение, складываю полоски стык в стык. Пальцем приглаживаю, чтобы образовались складки. Прокладываю строчку по этим складкам. Проверяю соединение концов, чтобы хвостики легли ровненько без натяжения. Лишнюю ткань срезаю. Закрываю отверстие. Перевернув изделие, полоску складываю два раза и закрываю края. Фиксирую прищепками, формирую уголок. Ручной иглой закрываю окантовку по тайным швом по всему периметру одеялка. Продолжение следует... вот что у меня получилось второй вариант это двойная окантовка полосы выкраиваются шириной 8 сантиметров полоску складываю пополам изнанкой внутрь и проутюживаю выравниваю срезы оставляю хвостик 10 сантиметров длина окантовочной ленты высчитывается также как в первом варианте на расстоянии 1 сантиметр от края прокладываю строчку точно так же как и в первом варианте дойдя до угла увожу строчку в сторону под углом 45 градусов отворачиваю полоску под углом пальцем приглаживаю чтобы образовалась складка и складываю второй раз под прямым углом таким образом повторить все остальные углы я все прошила осталось соединить концы соединение концов происходит почти так же как в первом варианте только полоски нужно расправить и соединить по отмеченным сгибом так вот Субтитры сделал DimaTorzok Проверить, если все отлично, лишнее срезать и закрыть отверстия. Далее закрываю открытый срез одеялко, подогнув окантовку один раз. Проложу строчку с лицевой стороны одеялка так, чтобы строчка попадала в шов соединения окантовки, а с изнаночной стороны фиксировала окантовку на 1-2 мм от ее края. Но имейте ввиду, что строчка прокладывается практически вслепую, так как с лицевой стороны не видно край окантовки. Строчка может съезжать и ее нужно будет распускать и заново прокладывать. В таком случае можно сначала крупными наметочными стежками приметать окантовку, а затем проложить машинную строчку. Или как в первом варианте, прошить по тайным швам вручную. Результат меня устраивает. Вцелomos. Чского швам evenings. Результат машин. Этот машин – работа. Результат Separation ремень. Экат колес. Результат двен cru. Нурятия. Подвод.